Привет всем любителям и знатокам программы Финал. Сегодня мы научимся в середине такта ставить другой ключ, в данном примере это сопрановый, и отображать ключевые знаки. В данном случае это знак бемоля, который располагается на четвертой линейке. Сначала добавим ключ, это самое простое. Выбираем cleft tool, выглядит как басовый ключ, обводим часть такта, в которой нужно сделать смену ключа, и по выделенной области кликаем дважды левой кнопкой мыши. Выбираем ключ и область применения. Такты, вот только во втором, до конца пьесы или до следующей смены ключа. Я выберу до следующей смены ключа, так как не знаю будут меняться или нет. Окей. Ключ у нас появился и его за хендл даже можно подвигать, что было бы удобно, если бы появился только ключ. Нам же еще нужен ключевой знак, поэтому немножечко поработаем с расстояниями между нотами и, собственно говоря, ключом. Первым шагом можно слегка увеличить длину такта. Выбираем measure tool, выглядит как так, и за хендл протянем. Можно, конечно, кликнуть и, если знаете значение, измените его здесь, но, скорее всего, это будет на глазок, поэтому получимся и на глазок тоже. За хендл берете и тянете. Так уже лучше. Теперь расстояние между нотами и, собственно говоря, ключом. Для этого нужна палитра специальных инструментов, она же Special Tool. Если не выбрано, то выберите верхний значок, который выглядит как нотка с двумя стрелочками. Note Position Tool и за хендлой. Перетяните ноты. Вот так вот мы добавили пространство. Теперь вновь можно вернуться к left-to и пододвинуть наш ключ. И у нас вот приличное место для того, чтобы поставить ключевой знак. Как его сделать? Самый простой и самый эффективный способ поставить ключевой знак в данном случае это текст. Выбираем Text Tool. В появившемся контекстном меню Text. Нужно будет поработать с размером и вставить символ. Если вы просто выберете сейчас Inserts, то у вас ничего не подсвечено. Для этого нужно сначала кликнуть по партитуре дважды. Появляется курсор, рамка. И теперь, если выбрать текст, то в Inserts можно выбрать диез, это верхний. Дальше бемоль. Becar двойной диез, двойной бемоль. Нам в этой ситуации нужен бемоль. Выбираем. Бемоль появился, но размер другой. Меняем размер. Выделяем бемоль. Снова текст. Size, что означает размер. Нам нужен размер 20. Мы видим, что 20 здесь нет, но зато есть слово Other. Кликаем и пишем 20. Окей. Ну и теперь за Handle мы тянем и вот у нас получается вот так. Дальше можно опять вернуться при необходимости в Special Tools. Ну и что-то подвинуть, чтобы так-то выглядел эстетически более хорошо. Ну и Clif Tool тоже. То есть, собственно говоря, вот он первый способ. Самый действенный. Если он вас устраивает, все хорошо, то можете прямо сейчас поставить лайк. Если у вас есть есть задача расположить ключи по точному расстоянию от ноты или до ноты, то это тоже не проблема. Например, ключи. Кликайте дважды на Handle и вот тут вот выбираете горизонтальное расположение. Можно поменять, допустим, на Enigma Duration Units, чтобы числа были приличные и поставить, например, не 1396, а, скажем, 1386. Ну и уже будет видна разница. Вот он сдвинулся. Кому была разница не видна, давайте я ее продемонстрирую, набрав, скажем, 2000. Внимательно следим за ключом. Вот. С ключевым знаком. Выбираем Text Tool. Кликаем по Handle и в меню Text выбираем Frame Attributes. Можно запомнить горячие клавиши. Ну и здесь тоже самое. Вот и с горизонтальным расположением. Его тоже можно поменять и знак тоже сдвинется. Есть еще один способ. Он замороченный и пригодится тем, кто хочет получше узнать программу в финал и максимально использовать обычные способы. То есть не обманывая, как некоторые говорят. Ну, поставили же мы текст, но это же не бемоль в привычном понимании, да? А как же нам все вот это сделать, чтобы было максимально с логикой программы? Этот способ есть и мы его сейчас рассмотрим. Ну, скорее как факультатив. Для этого отменю все наши изменения. В чем логика этого способа? Ранова, кстати, больше чем нужно отменил. Сначала мы точно так же меняем ключ, но затем мы разбиваем этот такт, ну или до смены ключа, мы разбиваем его на... А, кстати, что будем-то? Ну ладно. Мы разбиваем его на два такта по две четверти. Сейчас будет понятно. Time Signature. Кликаем дважды. Здесь выбираем количество ударов. Здесь можно выбрать их длительность, но нам нужно две четверти. Кликаем на More Options и ставим галочку здесь. Для чего? Почему? Для того, чтобы отображалось как четыре четверти. Вот, у нас все прекрасно сработало. Теперь, собственно говоря, зачем мы все это делали? Мы в этом такте, в последнем на данный момент, сделаем тональность, в которой будет только один Ре бемоль. Ну, или же Си бемоль в сопровном ключе. Key Signature Tool. Двойной клик. Выбираем не стандарт. Дважды кликаем Next. Чувствуете, чуть замороченный, да, технология? Второй вот этот, выбираем параметр. Ну и здесь, в соответствии с ключом, выставляем количество шагов и понижаем или повышаем. В данном случае нам нужно 6 и минус 1. Как появились эти цифры, что здесь ставить, можно подробнее узнать в уроке ключевые знаки, есть в этом курсе. Кликаем ОК. Не пугаемся, что это вот так выглядит. Снова ОК. И снова ОК. То есть, вот, в принципе, что нам останется сделать, это убрать вот эту вот линию. И, в принципе, задача выполнена. Как убирать, довольно, ну, тоже не очень легко. Но понятно. Став Тул. Клик правой кнопкой мыши по предыдущему такту. Define Став Стайлс. Здесь мы создаем новый стиль стана, кликнув на нее. Ну, напишем 1, 2, 3. И убираем галочку Barlines в разделе Item Studio Display. Кликаем ОК. Ничего не поменялось. Почему? Потому что нужно кликнуть еще раз. И мы не сохранились листом, да? Ничего страшного. Повторение мать учения. Define Став Стайлс. Ну, вот он ее 1, 2, 3 без Barlines. Почему у меня его нет? А, потому что он гораздо ниже. Вот, 1, 2, 3. Ну, и, собственно, у нас нет линий. Некоторые считают этот способ гораздо чище. Потому что, ну, элементарно, у нас здесь точно расположен бемоль. Расстояние такое выберенное и выглядит красивше. Но более трудоемкий и замороченный. Если у вас остались вопросы, как я старался объяснять, не запутанно, но мало ли что, то не стесняйтесь, пишите в комментариях или напишите мне в личные сообщения ВКонтакте. Там я точно быстрее увижу. А пока всем спасибо за просмотр. Не жалейте, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал и давайте улучшить этот мир.